Из-за непогоды фермеры юга в Одесской области терпят серьезные убытки. Ожидается, что урожайность зерновых в Бессарабии и Придунавии не превысит 20 центнеров с гектара. К примеру, на севере области, где был и снег, и дождь, этот показатель близок 35. У фермеров есть несколько способов получить хоть какую-то компенсацию из-за непогоды. В Европе, например, наиболее распространено страхование урожая. Правда, об Украине такого не скажешь. На жаль, незначная часть наших сельгостоваровырубников используется методом страхования посевов. Если говорить, что у нас приблизительно 8 тысяч сельгостоваровырубников, то страхуют свои посевы приблизительно 1-1,5 тысячи от загальной колькости. Большинство украинских фермеров, по всей видимости, уверены, что с форс-мажором никогда не столкнутся. Поэтому не хотят платить 200 тысяч гривен специальным страховым компаниям, которых в Украине полтора десятка. Есть еще вариант с помощью от государства. Який порядок? Порядок – это районная комиссия с техногенно-экологической безопасностью и незначительной ситуацией должен зафиксировать этот фактор своим решением, предоставив акты о втрате данных культур. После того, как будет зафиксировано, нужно обраховывать, какие избыточные нанесены. После того, как будут обрахованы избыточные, будет подтверждена данные, например, гидрометцентры. Но бюрократическая волокита, которая проявляется в сборе множества документов и создании комиссии – не главное препятствие в борьбе за получение компенсации из резервного фонда госбюджета. Проблема в том, что государство берет участие в компенсации избыточных, когда стихийное лихо носит загально-национальный характер. В этом году посуха зачепила только в південь Одесской области. Я не думаю, что государство вызнает это загально-национальным лихом, загально-национальной бедой. Вопрос компенсации фермерам убытков из местных бюджетов риторический. Таких денег ни в районы, ни в областной казне нет. Вся надежда на следующую посевную. Дотянут до нее не все. Виталий Хемия, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».